Представители знака Зодиака, Скорпион, Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но я надеюсь, какие-то подсказки для себя интуитивно вы получите. Ну или мы проведем с вами приятное время, или какую-то ситуацию на пару шагов вперед сможете просчитать первую карту, которую мы достанем, будет называться она, что завершится в вашей жизни. Вот в последние дни уходящего года, в последние дни декабря. Как видят карты, что завершится. А что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие, Скорпионы? Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. И чем запомнятся эти последние дни уходящего года? Мы достанем три карты, как три важных события. Может быть, одно событие, но с какими-то нюансами. Итак, что же завершится? А здесь словно старший аркан, справедливость. Здесь по справедливости. Есть в этой карте причинно-следственная связь. Значит, это действительно что-то завершается. К примеру, если вы были заняты решением каких-то конкретных вопросов в инстанциях, например. Или вы уже к чему-то прилагали усилия касаемо работы. У кого-то это могут пройти, правда, слушания в суде. Все-таки этот аркан об этом тоже говорит. И здесь вот как будто сообразно тому, какие усилия мы приложили, мы такой итог и получаем. Это может быть еще и по этой карте быть честным с самим собой, нам говорят. Поэтому вы можете что-то анализировать, как то или иное событие в вашей жизни. Может быть, это связано и с человеком. Проигралось на данный момент. Словно, правда, подводим итоги. И вы можете так анализировать, как аукнется, так и откликнется. И вот, кстати, по этой карте, если мы говорим, мы сделали что-то хорошо, мы будем сравнивать сообразно приложенным усилием, какой мы получили эквивалент. И есть такой подсмысл в этой карте. И если вы вкладывались, мои дорогие, неважно, человек это дело, тема, задача какая-то, вопрос, вы много затратили сил душевных, физических, а получили какой-то мелкий эквивалент, то тогда сразу и подсказка, что вот в этом направлении не стоит как будто вкладываться, уделять много этому внимания. Результата мы не получим. Вот своеобразный итог вы можете подводить. Как это вы сами где-то можете под знаменатель какие-то отношения подвести или какую-то тему. Или наоборот, то, что как раз имеет развитие, или то, что откликнулось на приложенные ваши усилия, или этот человек какой-то откликнулся, или какая-то, ну, как тема, которая вас заинтересовала, вы, может быть, что-то попробовали, и видите, что, ух ты, оно продвигается. Стало быть, надо дальше как-то развивать. Вот быть честным самим с собою и исходить из того, чтобы потраченные усилия, они не ушли, не растворились как дым, а именно вы получили какой-то результат. Давайте мы посмотрим, а что же нового войдет. Ух ты! Ну, вообще, это где-то ваша энергетика. Я говорю, у Скорпиона это всегда карта мага. А карта силы и энергетика, как у карта мага, это вообще сильная позиция. Что нового войдет в жизнь? Ваша сильная позиция. И, видимо, вот такой своеобразный анализ, баланс. В первую очередь у нас тут еще и весы показаны, поэтому, ну, так карта говорит, держи эмоциональный баланс. И вообще, эта карта не только, когда мы должны быть честны с собой, а когда еще и эмоциональную гармонию в душе сохранять. Это тоже будет важно. И по карте сила, что это? По сути, это великий манипулятор. Здесь мы тоже как будто можем со всеми договориться. Прекрасная девушка на карте изображена со львом, а лев у нее на цепочке. И лев прообраз нашего эго, наших эмоций, таких, может быть, взрывоопасных даже. Так вот их надо на коротком поводке, потому что тогда нам это навредит. А вот сильную позицию удерживать, как будто все то, что вы достигли, чего вы добились, неважно, ведь это старший второй аркан у вас выпадает, мои дорогие скорпионы. Значит, правда, вы что-то сделали хорошо. И, видимо, вот в последние дни уходящего года удерживать свои позиции оно того стоит. Может быть, и придется быть великим манипулятором, как будто так даже правильней. Может быть, не увеличивать дистанцию с теми людьми, которые, ну, даже вам, я допускаю, неприятны. Но вы знаете, наверняка жизнь меня еще с этим человеком столкнет. Вот, поэтому не создавать себе какую-то, ну, знаете, конфронтацию, чтобы потом было сложно разговаривать даже. А вот как раз нивелировать так вот, с дипломатией как-то сгладить острые углы, вот как раз по этой карте идеально. Неожиданности. Ёлки-палки, мои дорогие скорпионы, вот правда нету других слов. У вас всегда, что не расклад, так что-то интересное. Ну, наверное, тут как по Плутону, правда. Плутон у нас пока еще в Козероге. 21 января он перейдет в знак Водолея. И Плутон, это еще и ваша планета-управитель. Здесь что-то завершается. Каковы неожиданности? Правда, завершается. Тут где-то итоговая карта справедливости. И здесь перемены неизбежны. Но посмотрите, у вас сильная позиция. И если в неожиданностях выпадает, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й аркан, что это карта трансформации, вот как будто неожиданность, неизбежна какая-то трансформация по конкретному вопросу. И если вы подводили итоги все то, что я говорила в самом начале по этой карте, справедливость, если вы видите, что не нашло отклика или ваши приложенные усилия словно не окупились, то время действительно для себя правильные приоритеты выставить, и как будто нет смысла вкладываться в это. Потому что вам определенно вот на этом этапе будет какое-то дело, тема, человек, мои дорогие скорпионы, во что как раз и стоит прикладывать усилия, энергию или что-то развивать. Дело, отношения, бизнес, какое-либо творчество, ремесло у каждого по-своему. И если мы говорим трансформация, момент перехода где-то в последние дни уходящего года. Я часто сравниваю эту карту с зернышком, который мы садим в землю. Вот маленький росток, который находится в глубине этого зерна, он охраняем оболочкой твердой, которая должна быть разрушена, чтобы вот этот малюсенький росточек вырос и пробился к солнцу. И вот эти самые оковы, как панцирь, да, то, что прежде охраняло, даже где-то сохраняло, было как цитадель, служило опорой какой-то, оно вот как раз должно разрушиться для того, чтобы была возможность пройти какой-то путь. Хотя карта говорит, придется идти где-то в одиночку. Поэтому не торопитесь. Видимо, вот в последние дни сами себя не подгоняйте. Здесь что-то у вас намечается как будто очень перспективное. И поэтому, как надеемся сами на себя, и если что-то уходит, не держите, мои дорогие скорпионы. Скорее всего, это уже не имеет значения. Чем запомнятся вот эти последние дни? Ну, посмотрите. Правда, время подводить итоги, мои дорогие скорпионы. Может быть, и ваше настроение где-то очень близко тому, что вот сейчас нам рассказывают карты. Три старших аркана серьезных. Но в финале у нас идет туз кубков. И это карта радости, счастья. Чем запомнится? То есть, правда, трансформация к счастью. К каким-то новым возможностям. Обратите внимание, у нас всевидящее око изображено над кубком. А из кубка как будто переливается через край амброзия. И рыбы плещутся. Рыбы – один из символов благополучия, денежного достатка. И тут несколько этих рыбок золотых. Поэтому как бы будет и получение денег, будет и достаток, будет и уверенность, будет и благополучие. Безусловно. И, вы знаете, есть вот что-то магическое в этой карте. Может быть, от этого всевидящего ока или дельты еще называется это. И с учетом старшего аркана сила. При том, при всем. Обратите внимание. Как будто над оком у нас все фазы луны. И нам о чем говорят? Несмотря на какие-то внешние проявления. Несмотря, может быть, на фазы те самые. А луна, она воздействует на наши эмоции. Так вот, несмотря на какой-то эмоциональный фон. Вы как будто так беспристрастно. Видите все то, что есть по факту. Видите свою перспективу. Видите, каким делом стоит заниматься. Опять возвращаюсь. Не случайно. Аркан справедливость. Правда, быть честным с самим собой. Но для вас это совершенно новое качество жизни. Что-то чудесное на ваш порог приходит. И даже если вот эта трансформация вы можете ощущать сложновато. Потому что вот как тот панцирь у зернышка, он разрушается. И нам нужно, ну, самого себя как будто как позицию в мире, в обществе, как и сохранить, может быть, где-то и усилить. Но сделать пока еще это сложновато. Еще пока нет основной концепции развития событий. Но вы ведь маги и волшебники. Поэтому не делайте больше одного шага за раз. И тут у вас выстроится все в такую красивую цепочку, что вы останетесь довольны. Давайте посмотрим. Первое событие. Праздник после победы, мои дорогие скорпионы. Причем именно в этой колоде у нас тут семья, как бы, хотя большие дела, работы, бизнес, деньги, все же жезлы, да. Но в этой колоде именно семья. Поэтому многогранность побед или каких-то приятных эмоций, взаимопонимание с близкими, может быть, это финансовый достаток вашей семьи и деньги партнера. Но здесь, ну, сама по себе, как и радость, так и праздник. И когда у меня все под контролем, у меня все хорошо. Это карта стабильности. И причем вот этот праздник уже вам как бы к стабильности добавляется, мои дорогие. Давайте посмотрим. Еще одна карта очень шикарная самореализация. Девушка у нас показана, которая все контролирует. Более чем еще и сокола держит на руке. Еще и сокол ей как будто помогает увидеть все то, вот только что мы об этом говорили, что, ну, во все века и времена, или независимо от того, какие внешние условия, и усилить свою позицию в этих самых условиях. Вот у вас такие возможности. Тем более у нас выпадает карта сила. Поэтому, правда, новое качество жизни мне нечего добавить. Но это карта самореализации. Поэтому какой бы ни был ваш проект, какое событие, вы можете даже начать какой-то уже попробовать себя в новом деле. Как будто вам обещают уверенную позицию, как и в обществе, так и получение денег по девятке. Пентакли, хотя девятка по нумерологии преддверие перемен, но нам и сказали, трансформация. Деньги по этой карте, хоть они и есть, но их как-то так не очень мы тратим, вот этот момент. Но, повторюсь, ваши проекты, вот то, что вы хотите осуществить, у вас получится со всеми картами. И третье событие. Отдавай предпочтение тому, что надежно. Это как люди надежные, это как какой-то проект, который не однодневный, и это, может быть, не тот успех, который приходящий на завтра. Пойди поищи по Рыцарю Пентакли, это марафонский забег, я так называю эту карту. И это имеется в виду лет 10-20, как по Плутону. Вот, наверное, 21 января он перейдет в знак Водолея уже, и для вас там вообще новые возможности открываются в январе. Там какая-то еще более глубинная трансформация, и, может быть, вы вот эти самые итоги, вы можете даже чувствовать, мои дорогие, вы люди очень интуитивные. Но вот отдавать предпочтение тому, что вы можете просчитать то, что имеет перспективу на длительный период времени. Вот такое событие. Значит, либо это вы интуитивно уже, или исходя из того, что вы уже совершили, просчитаете. Может быть, это пересмотр вашего окружения с учетом этих всех карт. Для вас тоже вам захочется сделать. Но все для того, чтобы укрепить позиции и развивать дальше. Шикарно, как и для людей, тех, кто в паре, как и для тех, кто один или одна встретит свою любовь, мои дорогие, точно, и быть абсолютно счастливым. Так и для самореализации и финансов шикарно. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы. Я вас люблю. И будьте счастливы и любимы всегда. Продолжение следует...